Добро пожаловать в мультик в сценарии ивент таинственных ключей начался, все это по случаю полного релиза рекорда 3 часов в сценарии. Итак, как же найти все фрагменты ключей Вариала Вардена, а также как сделать заклинание, это тоже мы разберем. Незадолго до выхода рекорда появились вот такие интересные ключи Куалхила, Анжелика и Малвиафина. И все гадали, что же это за ключи, это ключи на ваш аватар, надевается на спину. Наконец-таки вышел первый ключ, первый ключ Куалхила. Куалхила нас Барел Варден. Что у нас была за запись? Вмешательство Куалхула приведет к сценарию гибели. Следуй книге Ребуса и найди эти ключи. И вот первый ключ Барелла. В этих квестах нужно было выполнить все четыре миссии и получить ключ. Это была лимитка, их было 5000. В сценарии играет намного больше чем 5000 человек, поэтому те кто успел они получили ключ на спину, сейчас кто не успевает, он получит материал льда. И посмотрите, помощь Ребусу у нас тоже скоро появится. Также скоро у нас будет квест на ключи Энджина и Анжелика. Итак, давайте посмотрим, что нужно сделать. Необходимо пережить зиму пять раз, выжить в тундре 30 минут, найти пять фрагментов древних ключей и использовать правильное заклинание на древние ключи. Благодаря Fluffy TSG, благодаря которому я смогла найти все фрагменты ключей и также моим подписчикам, которые помогли мне в этом. Давайте посмотрим, первый ключ мы можем найти на территории Flower Cove. Здесь поднимаемся на вот такой летающий остров, на котором знамя у нас висит Анжелика и опускаемся вниз. Но обратите внимание, что здесь обязательно должна быть либо весна, либо цветение сакуры. Только тогда вы увидите этот фрагмент. Опускаемся вниз и собираем его. Следующее, я думала то, что каждый раз, когда мы видим эти знамена, то там что-то есть. И поэтому я нашла одно из знамений и решила поплыть вниз сюда. Я опустилась вниз и поплыла по туннелю. Когда я выплыл в большое море, я думала, что я увижу ключ, но его там не было. Зато я опускалась еще ниже и нашла вот такую вот пещерку, где светился небольшой прямоугольник. Табличка. В нее я заплываю. И что я вижу? Вижу спрятанную штуку. Смотрите, это такой свиток какой-то с небольшой надписью. Я разбил его, говорится, в этой табличке, если это использовать как не одно слово, а несколько. Такие зацепочки спрятанные, которые нам необходимы будут далее, оказывается, для миссии. Следующее, куда мы направляемся, это джунгли. Обратите внимание, где находится эта пещера. Вот на карте здесь нарисовано место спауна и здесь у нас есть такая табличка тоже с надписями на санарском языке. Проходим сквозь нее. Это у нас такая скрытая потайная дверь. И спускаемся вниз в эту пещеру. В этой пещере у нас находится статуя Анжелика и здесь будет аспект ключа. Но для того, чтобы его увидеть, вам нужно дождаться ночи. Обращайте внимание на значок рядом с миникартой. Солнце значит тень, луна полумесяц. Это у нас будет ночь. Заходите за крыло Анжелика и берете еще один фрагмент ключа. Так, следующее, куда мы идем, это flower cove еще раз. И здесь на карте обратите внимание, именно в каком месте все это находится. Вот такие вот на миникарте находятся палки. Здесь рядом у нас лежит такой кусок мяса. В горе пещера нужно подниматься на самый верх. У вас должно быть маленькое существо, чтобы туда зайти. Нужно идти, идти, идти. Это такая спираль видный подъем на самый верх и в самом верху будет аспект древнего ключа. Следующее, куда мы направляемся, это горы. Обратите внимание, за водопадом есть такая гора, туннельчик и здесь пещера. На потолке эта пещера будет аспект ключа, но для того, чтобы его увидеть, нужно быть засучей. Вот фликслит вообще его не видит, здесь ничего нету, поэтому летим заново в эту пещеру. Вот она находится здесь, за вот этим водопадом. Садимся сюда вниз, проходим вперед и на самом потолке, крыша, верхняя часть пещеры, там у нас есть аспект ключа. Для того, чтобы увидеть следующий аспект ключа, нам потребуется оказывается тоже другое что, но я сначала все-таки попробую увидеть его засучей. Итак, нам нужно прибыть вот сюда, в Мессу. Здесь рядом с прудом есть такая пещера и здесь не видно засучей этот аспект ключа. Все-таки нам запомнить это место. Сейчас нам нужно сюда за морское акваатическое существо приехать, приплыть и доковылять каким-то образом непонятным. В общем, идем туда. Я нашла вот такой портал, он находится в этом месте. Посмотрите, он такой желтенький. Подплываете к нему и телепортируетесь почти в середину этой Мессы. Но не знаю, насколько это эффективно. Может быть, было бы проще просто отплыть вокруг карты и подплыть максимально близко к этой пещере, а потом проползти. Но посмотрим. В общем, у меня получилось вот таким образом. Далее включился торнадо, который у меня унес под карту. И чтобы заново все это не собирать, я решила попробовать все-таки найти эту пещеру под картой. И благодаря подписчику он мне показал, куда мне нужно идти, потому что снизу я вообще не видела никакого аспекта. Не видно, куда идти, ничего. Он встал прямо в то место, где есть аспект. Я туда подплыла под картой и взяла его. Может быть, у вас так тоже получится. Попробуйте. Это тоже довольно-таки интересный способ найти этот последний, пятый ключ. Его аспект, фрагмент. Следующее, что нужно сделать, это заспелить, скастовать, сделать заклинание правильно. Для этого мы летим с вами в горы. Здесь у нас есть такой алтарь, на который мы будем выкладывать все наши руны, плиты и собирать. Посмотрите. Благодаря подписчику, который помог, показал мне этот алфавит и указал на очень важный момент. То, что вот этот символ Хира, он должен быть всегда второй. Вот эти вот корябаные штуки. Мы не знаем, что это. Это должно быть всегда вот этот вот первая руна во втором ряду. И последняя корябаная руна неизвестная. Это у нас будет всегда во втором ряду. Последний символ. А далее уже то, что написано. Вот посмотрите. Исходя из вот этого, здесь сбоку, тоже благодаря Fluffy TSG, у него посмотрела, что все это значит. Вы можете также ознакомиться с этим, что у нас тут вода, что огонь. И вот это есть разгадка. Просто берете, подставляете, вот как у меня это было. Нужное берете и запоминайте то, что вот это тут он всегда. То, что Хира, она всегда будет первым царапанным, а Феремитом будет всегда последним царапанным руной. Поэтому всегда вот так вот ставьте. Остальное уже по вот этому алфавиту разгаданному, что какая руна означает какое слово. И все. Теперь, когда вы скастовали заклинание, у вас эта миссия уже выполнена. Ну, осталось, естественно, пережить сезоны и в биоме, если вы еще это не сделали. И вы получите вот такой вот материал ледяной. Ну, а ключи, они уже закончились, вышли из продажи. Но считайте, их всего 5000 было, а игроков-то в сценарию сколько. Поэтому вот так, такая лимитка тоже бывает. И теперь вернемся к тому вот этому спрятанной подсказке, которую я нашла. Вот от чего она была. От этой миссии я нашла вот одну спрятанную штуку. Осталось найти еще три, чтобы открыть вот такую палетку. На этом все. Удачи вам в нахождении следующих ключей. Это было действительно сложно, да. Ну, а я жду все-таки ивент, помощь Ребусу. Это, мне кажется, самое очень интересное. Удачи вам и пока. Подпишитесь на канал Мультик Плэй.